За пять минут повседневную одежду сменяет спецовка. Последний штрих – яркая помада. Так начинается рабочий день Олеси Тарасовой. Затем лестница в 10 метров, и вот женщина готова перемещать железные рельсы. Не сама, конечно, а на кране. В ремонтно-строительном специализированном управлении она – машинист мостового крана. Работа несложная, говорит машинистка, но требует внимательности и концентрации. Главное – соблюдать технику безопасности. Работать приходится с грузами в 20 тонн. Восемь лет назад Олеся приехала к мужу из Иркутска в Мирный. Первая профессия женщины – повар. Здесь тоже был опыт работы в столовой. Так подумали с мужем, надо, наверное, все-таки в компанию устраиваться. Устроилась в Алросу охрана сначала. Здесь вот работала, на КПП дежурила. А потом как-то так вышло, что сюда спросила у начальника, можно ли устроиться. Сказали, надо обучаться. Олеся обучилась в учебно-курсовом комбинате на базе Центра подготовки кадров. Практику проходила в РССУ. Так из повара получилась машинистка Крана. Олеся Тарасова работает у нас много лет. Где-то 8 лет. Прекрасный работник. Показывает себя с хорошей стороны. Бригадам приятно работать с ней. Большая часть рабочих в цехе – мужчины. Общий язык нашла быстро. Муж спокойно относится к такому количеству мужчин-коллег. Да нормально, это же работа. Ну, конечно, может быть, где-то и ревнует, но не показывает этого. За 12-часовую смену женщина успевает поработать сразу на трех кранах. Может собрать редуктор, двигатель, рельсы переместить. Жизнь кипит и дома. Летом я занимаюсь дачей. У меня дача, огород, цветы. А сейчас в данный момент внукам помогаю внука воспитывать. До рождения внука. Ну, ходила в бассейн. Ну, не сижу на месте. Как-то в подвижном состоянии. В России есть 456 профессий, на которых по закону женщинам работать запрещено. Машинист крана в список не входит. Сегодня Олеся Тарасова уже не представляет свою работу без крана и тяжелых грузов. Улыбаясь, признается – быть на высоте – мое призвание.